Мы, признаться, не верили, что автомобильные выставки традиционного формата выживут после коронавирусной паузы. Но нет, оказалось, что автосалоны не умирают, они просто улетают на юг. Организаторы Женевского автосалона вдруг объявили, что проведут выставку в Дохе, столице Катара, которую вычерно назовут «Катар Дженева Интернешнл Моторшоу». В переводе на русский – «катарско-женевский» или «женевский в Катаре», в общем, полная белиберда. Первое в Персидском заливе мировое автошоу намечено на конец 22-го или 23-й год, а далее раз в два года. А что Европа? Ежегодный автосалон в самой Женеве возобновится с будущей весны, если коронавирус не придумает что-нибудь еще. А вот на последний автосалон во Франкфурте осенью 2019 года не приехали полтора десятка топовых брендов. Теперь международный автосалон примет другой немецкий город – Мюнхен, и новинки там будут совершенно точно. Одна из таких – трехдверка Cupra Urban Rebel, предвестник будущего городского электромобиля образца 25-го года. По плану на испанском заводе «Сеата» будут выпускать до полумиллиона таких машин ежегодно, причем под разными марками концерна «Фольксваген». Очевидно, что четырехметровый концепт намекает, какими будут следующие поколения «Сеата Ивисы», «Фольксвагена Пола» и «Шкоды Фабии». В основе выставочного экземпляра лежит короткая версия чисто электрической модульной платформы MEB. Электродвигатель способен выдавать свыше 400 сил, но эти данные не стоит воспринимать на полном серьезе, ведь экспонат есть экспонат. Другая мюнхенская премьера имеет статус серийного продукта. Kia покажет евроверсию кроссовера Sportage пятого поколения. От глобальной машины старосветская модификация отличается укороченной на 75 мм колесной базой. Любопытно, что дизайнерам дозволили организовать полностью оригинальную заднюю часть кузова. А вдобавок короткобазный Sportage отличается другой подоконной линией и глухими задними стойками. Интерьеры абсолютно одинаковые, но понятно, что задним пассажирам европейца будет теснее. В плане техники — богатство выбора. Покупатель сможет выбрать бензиновые или дизельные турбомоторы от дачи от 115 до 180 сил. В качестве партнера для них доступна шестиступенчатая механика и семиступенчатый преселектив, а также передний или полный привод. Плюсом идёт пара гибридов — подключаемый и обычный, но оба построены вокруг наддувного движка объёмом 1,6. В Европе продажи новинки стартуют через месяц-другой, а в России кроссовер появится лишь после Нового года. И это, очевидно, будет глобальное длиннобазное исполнение.